и снова здравствуйте дорогие друзья в прошлом видео я вам просполерил вот эту замечательную консоль она мне пришла практически в то же самое время как видео спорт 3 это консоль с особенностью с нелегкой судьбой я сейчас расскажу в чем именно ее нелегкая судьба вот такая вот консоль к это тысяча вторая модель для европы до выпускалась здесь такие наклеечки немножко она пожелтела у нас до крышку у нее есть вопрос ее снял вот крышечка комплект чем у нас тут ну да тысяча вторая соответственно модель аудиофильская версия так называемая дан хорошим звуком счет собственно говоря ребят и особенность заключается до человек у которого я покупал этот консоль он мне признался что он радиолюбитель вот и скажем так провел небольшой модинг этой консоли я сразу обратил внимание что какого хрена что это такое вообще что это за индикатор такой вот он сказал что ну я как бы советский радиолюбитель я собственно говоря усовершенствовал данную консоль и сейчас я вам покажу в чем именно усовершенствование данной консоли кстати посмотрите на этого замечательного человека он там вот за моей спиной выходит сдачи мне несет за консоль ну вот ребят чем собственно говоря суть апгрейда да вот наша вилка вот она сюда вставляется как вы знаете что когда консоль выключена и соответственно шнур питания блин вставлен сеть блок питания это сам по-прежнему остается включенным как будут если вы рук сюда прислоните он греется и он работает соответственно его ресурс так или иначе меньше да если в обычном режиме у вас включена постоянно в сеть приставку и несмотря на то что она здесь выключена чем придумал он придумал середину кабеля но смотрите вилка он придумал середину кабеля поставить вот такой вот хрень переключатель и этот индикатор мы нужен был для ну как бы достоверности что консоль точно выключена именно с вот этого выключателя смотрите сейчас я включу его собственно ребят мы видим да что индикатор горит значит вот этот выключатель блин не дотянуть его ну вот он короче говоря я раз вот так вот выключил сейчас он по идее должен потухать во все консоль полностью обесточены ребят вообще гениальное на самом деле изобретение вот ну и как бы вот смотрите включаем консоль блин короче говоря я эту консоль за просто разобрал вот так вот она будет работать в совместном режиме да когда она включена вот внутри там сейчас увидеть там такой колхоз что как бы кнопка до конца не включается как же нам с вами ребята везет когда мы живем современном мире и вот в китае вот такая штука стоит 100 рублей покупаете и вставляете вот сюда вот этот хоп и вставляете свою консоль вот сюда хоп все если вам питание не надо вы раз выключили видите она горит когда все хоп зажглась очень удобно не надо чего колхозить уважаемые радиолюбители ребят я на самом деле не стал делать отдельный обзор об этой консоли вот но у нее слишком очень много всяких интересных нюансов поэтому я не могу их своим не поделиться ладно в чем фишка еще этой консоли она была не рабочая когда он ее продал он сказал что он не работает вот диски не читает да ну во первых первая здесь причина которая сразу бросается в глаза это полностью разбитая шляпа она там с трещиной и когда диск на ней надет как бы диск он немножко такой волной ходит при прочтении когда я собственно говоря вставлял диск он вообще не крутился долл может быть мотор полностью сломался до решил уже полностью поменять его но смотрю по диагностике сейчас немножко говорим смотрю что линза прям мутная мутная так как консоль стоял где-то там на даче долгое время по его словам я тут или за полностью протер спиртом нас вытер и консоли жила начала крутить диски но как бы заикалась до конца как бы ну я ее еще не восстановил давайте посмотрим что внутри я уже болты снял внутри ребят как мы видим супер моддинг который блин теперь при закрытии крышки геморрой сниму короче вот эту тему я наверное отсюда аккуратно выпаю чтобы ну выпаю чтобы но и более менее все это аутентично смотрелось ну и вопрос теперь у нас остается с лазером вариант собственно говоря два полностью его снять наш замечательный лазер полурабочий попробовать его соответственно как следует здесь вот почистить смазать поменять шляпу возможно он у нас заживет да такой вариант есть и второй вариант это взять абсолютно рабочий лазер который у меня есть и собственно я поставить его на место чем ребята особенность вот этих лазеров да это вот которые я на замену сейчас поставлю тот буду устанавливать это поставлю пусть работает под консоль в том что вот этот лазер как бы сейчас я покажу 440 см на ebay он стоит дорого и если он к вам придет не факт что китайский будет работать как нужно я уже через это проходил вот поэтому если вы хотите поменять лазер на консоли тысячные серии 1001 или 1002 можно найти концу точнее полностью соответственно лазерную голову от ps1 и вот он собственно вот этот лазер полностью подходит к этим консолям единственно что кожух надо будет поменять берете родной кожух черный и ставите на ps1 и у вас прекрасно будет работать консоль в этом даже есть большой плюс потому что у лазеров ps1 они уже больших скоростей диски читали а вот поэтому это даже на самом деле будет лучше чем вот этот какой-то 440 см ксм 440 см лазер да чем проблема может быть нашего вот этого лазера который был этой консоли ну во первых обратите внимание здесь абсолютно не осталось никакой смазки вот и вообще здесь 0 и не видно даже здесь вот по салазкам тоже нет никакой смазки все это надо как следует смазать вот и возможно восстановить вот эту голову мне удастся вот обратите внимание это родная смазка я здесь не добавлял никакой смазки вот-вот смазочка вот здесь маска и вот здесь конечно же у нас тоже расположена смазка соответственно лазер живучий в принципе работать будет ну если за ним ухаживать без проблем ну и конечно наша консоль ждет ванна с былом в отличие от видео спорта 3 надпись у нее никоим образом не стирается поэтому сейчас я полностью и от моем хоть и наклейки ольдскульные наверное тех времен до metal gear solid тут не спустит но как по мне такой колхоз но мне не нравится его сотру очень вы сейчас увидите у нас помытую консоль чистенькую но прежде чем мы это сделаем я вам заодно покажу внутренности 1002 модели вот у меня кстати тысячная модель 1001 модель его теперь у меня будет 1002 модель в коллекции можно сказать full set поздравляем вот сейчас с вами разберем посмотрим внутренности и по моему как следует так мы вроде все снял давайте потихонечку все это мы снимем защита блин достался и тоже конечно спиртом и протереть здесь у нас вот так вот аккуратненько шлейф портов отсоединяется вот это металлическая защита она тоже у нас полностью снимается единственно что вот здесь вот блок питания надо отключить водохоб блок питания на самом деле у всех они разные там например от семерки или от пятой модели у вас к этой фишка просто не подойдет у тысячи моделей они отличаются собственно вот ребят полноценная плата первой тысячи второй модели очень красивая смотрите что у нас здесь имеется у нас здесь кстати имеется довольно неплохо смонтированный чип вот он вот здесь вот кварц какой-то приварили я правильно называю эту тему вот наш чип найти чипованные кстати консоли 1000 2 1001 версии уж тем более 1000 и сейчас очень крайне проблематично вообще найти людей которые занимаются сейчас пайкой установкой чипов на первой ревизии sonic ну не просто если такие знаете напишите сам свое время искал не нашел рад что на самом деле консоль чиповная это очень хорошо ну и вот ребят хочу сакцентировать ваше внимание из-за чего как бы все эти консоли считаются ценными да это вот как раз из-за вот этого чипа маркировку запомните он находится у нас в середине плата чуть правее акм 400 439 а в м вот многие не знают на самом деле считается это очень хорошая аудиосельская тема многие не знают но вот этот чип который он только что показал он есть также в некоторых подчеркиваю не во всех в некоторых моделей пятой серии вот больше нигде это чип не присутствовал у нас поэтому некоторые пятерки могут оказаться также с очень хорошим ребята звук другой вопрос на пятерки нет вот этих колокольчиков да соответственно звук уже выходит по вот этому разъему да если вы телевизор выключаете звук собственно говоря тоже выключается здесь же нет пожалуйста звук подключили у вас идет постоянный вывод аудиосигнала можно телевизор вообще не включать прослушиваю как сиди плеер ну и наоборот еще раз картиночка такая общая блок питания ребята от 1002 модели очень на самом деле оригинальный кстати очень на самом деле ценная штука потому что многие за ними гоняются ну вы же можете любую американскую консоль просто поставить вот этот блок и она будет работать обычные наши 220 вольт поэтому эти блоки ценится в том числе и на японке соответственно 1000 модель можно спокойно поставить и наслаждаться нашими сетями без всяких там трансформаторов понижает и прочего ну вот кстати здесь припайка сейчас этот диод выпаю да наверное все таки его выпу не оставлю пока там ребят консоль отмыкает ванной с мылом хочу вам показать очень интересную тоже карточку которую мне досталось вместе с этой консолью вот она очень интересная в чем ее особенность мы сейчас с вами посмотрим на первый взгляд кажется как будто бы оригинальная серая карта но я уже как бы глаз наметан по краске вот этим буковкам да я уже понимаю что это не оригинал но сделано ребят очень качественная соответственно копия я даже сказал что это не копия это ребята настоящая практическая реплика настоящей серой карты от playstation 1 сейчас давайте посмотрим что внутри почему я как-то ну такой вывод сделал вот ребят смотрите что у нее здесь внутри вставляете настоящие чипы то есть это вот ранняя ревизия подделок карт очень красиво ребят смотрится я встречал такие же серые подделки на обычных каплях ну вот первый раз в своей жизни ну там порядка 6 лет уже наверно 5-6 лет коллекционирую первый раз мне такая карточка встречается видите у нее чип тут антел какой-то или отмел какой-то ну на им какой-то чип но тем не менее все очень красиво у этой карточки вот такой задник у нее как проверил до сих пор работает вопрос никаких нет и так дорогие друзья весь колхоз я поснимал поставил сюда новую лазерную голову вот теперь все смотрится гораздо тише ниже соответственно нижнюю часть я тоже помыл верхнюю меня еще пока сохнет поэтому прямо так в открытом виде мы с вами консоли протестируем пока крышка сохнет что насчет самого корпуса ребят он еще не подсох вот но видите да вот эти вот места вот эта передняя панель она пожелтела немножко и соответственно у нас видны первоначальный вид консоли что по поводу вот этого корпуса вот она дырка здесь осталась я собираюсь сделать это вот прекрасная возможность ребята сделать из этого из этой консоли из этого корпуса точнее моддинг какой-то я вообще не сторонник моддить консоли если они в прекрасном состоянии разукрашивать их вот но а именно вот этот экземпляр как раз под этот вариант очень подходит во-первых здесь можно будет заштукатурить вот эту дырочку аккуратненько ну и как я планирую моддинг планирую вот эту часть полностью покрасить вот эту полностью часть покрасить вот эту соответственно полностью вверх с кнопками я оставлю в оригинальном виде вот ну разве что вот эту часть каким-то образом я еще здесь ну не знаю какой-то арт может придумаем связаны с видеоиграми вот, есть люди, которые профессионально этим вопросом занимаются может быть я к ним обращусь не знаю, может быть слышали о таком человеке как Александр Казаков по-моему Сашу зовут, но имена у меня память очень плохая, ссылочку на его адрес вконтакте, вк я вам оставлю если интересен модинг консоли, можете смело к нему обращаться, привет мне передавайте хорошие вещи делает красивые есть на что полюбоваться ну ладно, давайте посмотрим как работает наша консоль установленная снимаю прямо со штатива, так что задерганье, извините, в общем тестить будем вот такой вот диск пиратский от Paradox Warhammer Dark Woman сейчас вот баллончику поставлю чтобы у нас все заработало надо вот ставить вот сюда вот такую салфеточку которая прижмет вот такой фиксатор, скажем так закрытие крышки иначе диск у нас крутиться не будет так, ну что ж, поехали первый запуск за долгие времена красавица моя ну что, всплакнули но фиксатор диска я, похоже, не зажал поэтому диск не крутится да, сейчас, минуточку на штатив камеру установлю ну, держу, собственно, диск давайте, попытка номер два все работает как часики шуршит чем мне нравятся фапки, тем что они работают значительнее тишь чем те же PS One даже без крышки ты не слышишь, как он крутит диск истоп наступает время великой войны Когда луны объединяются во тьме, они вот в твою плоть шагают по земле. Заставочки не тормозят все как надо. Тот лазер буду восстанавливать. В принципе, я вам рассказывал. Ну ладно, вот. Моя любимая игрушка, я вам быстренько еще покажу. В то время, как на юге собираются темные силы, наемная армия капитана Бертва защищает небольшое торговое поселение от нападения гоблинов. Перевод, конечно, ни разу не играл с русским переводом. Вархайбер интересно. Вархайбер Послушайте, какая музыка шикарная в игре. Одной рукой неудобно, ну ладно. Саундтрек, конечно, здесь божественный. Враг наступает, да? Враг наступает. Пираты порезали звук, а в оригинальной версии музыка никогда не прекращается. А здесь, когда голоса говорят, музыка сразу пропадает. Вот что я не люблю различные версии, в которые наши шаловливые ручки пиратские залезали. Такие вот дела. Карточка намыта, корпус тоже. Кстати, обратите внимание, какие болты у этой карточки. Камера у меня нифига не фокусируется, но болты такие же один в один, как на оригинальных картах. Внизу тупенькие без острия, ровненькие маленькие. А вот такие вот. Давайте с вами наденем нашу крышечку обновленную. Сюда вот у нас устанавливается пружинка. И волк он нам остался. Вот сюда. Без пружины. Все. Обновили немножко консоль. Выглядит она куда свежее, чем раньше. Не такая грязная. Сзади так вообще она отлично сохранилась без пожелтений. 102-я паловская моделька. Последний штрих, ребят. Вот наша крышечка. Вот так она вставляется у нас. Все. Вообще огонь. Ну, может быть даже на самом деле я полностью отдам на Custom вот эту консоль. Я уже даже вижу, не знаю почему, но вот почему-то мне сразу в голову пришел Armored Core. Вот здесь можно будет Armored написать, здесь будет Core. Ну и, соответственно, в середине где-нибудь меха какому-то красиво нарисовать. Вот эти поля будут, например, красные полностью по бокам. И вот как-то должно, мне кажется, очень красиво получиться. Потому что, видите, здесь вот тоже вот такие косячки, царапины небольшие. Все это было бы неплохо закрасить. Поэтому как раз вот такой вариант под Custom очень даже, на мой взгляд, подойдет. Не знаю, как вам, ребят, но мне подобные вещи всегда доставляют большое эстетическое удовольствие. Восстановить какую-то неработающую консоль, привести ее в порядок, чтобы она обрела вторую жизнь. Кнопчики все начали работать, все функционировать. Мне всегда это очень нравилось. Вот. Надеюсь, вам тоже нравятся подобные видео. Если это так, не забывайте отблагодарить лайком, дизлайком, как вам, собственно говоря, угодно. Ну а я с вами прощаюсь. До новых видео. Обязательно увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок